всем привет старая любовь не ржавеет как известно и любовь вообще не стареет и та музыка которую мы слушали когда нам было 16 17 15 или там 19 лет она остается с нами навсегда но иногда бывают такие какие-то удивительные дни находки вызывающие недоумение и иногда даже разочарование но это в тех случаях когда группа прежде обожаемая которая казалась чем-то таким сверх сверхъестественным и божественным и невероятным выпускает спустя там 50 лет существования неожиданно новый альбом да еще и с измененным составом и думаешь что же там такое ты услышишь и иногда даже страшно ставить эти пластинки слушать их потому что ну не хочется разочаровываться вот такая пластинка у меня образовалась я и даже купил потому что решил рискнуть и рискнул на сказать и не разочаровался тэн я завтра год я даже уже не помню какое-то 2019 да это недавно сравнительно все происходило ну конечно сравнительно все таки девятнадцатый год это уже довольно давно тем не менее третье тысячелетие тэн я завтра конечно без элвина ли уже что меня смущало больше всего вместо него играет и поет маркус бонфанти маркус бонфанти гитара и вокал вот такой вот страшный человек который похож на как кого-то металлического такого музыканта на из какой-то хэви-метал группы из старого состава зато здесь рекли ударный и чак черчилл клавишные соответственно люди которые стояли у истоков что называется и работали в основном в главном составе до группы тэн я завтра и колин хаджки сам басист и вокалист прекрасный бас-гитарист виртуоз который играл сотни наверное разных составов выпускает сольные альбомы я очень удивился когда увидел хаджи хаджи скидки джаз джесски на флосаве тэн я завтра и это один из моментов который сподвиг меня приобрести этот альбом но я надо сказать не ошибся потому что тэн я завтра конечно здесь звучат по-другому несколько песен есть написанных уже гитаристом вот этим маркусом бонфанти их по моему 3 здесь если я не ошибаюсь весь остальной материал это классический тэн я завтра и совершенно не вызывает никаких вопросов название этого коллектива тэн я завтра потому что как я уже говорил чак черчилл и рек ли музыканты оригинального состава здесь играют и абсолютно имеют право конечно на все это дело тем более что сыграно все безупречно этот альбом концертный и такой горячий такой заводной такой кайфовый что местами даже превосходит наверное да простит меня дух элвина ли наверно превосходит даже то что игралось в оригинальном составе с элвином ли потому что в разные были тоже моменты у нафт с дэйс песни здесь играется химик алин аглов тучинь и волк песня которая мне меньше всего нравится из всего творчества тэн я завтра это пластинка space and time вы это помните наверное да это момент когда группа из блюзовые с блюз роковой вдруг повернула в сторону какой-то такой радио музыки мейнстрима и стала пробовать писать такие радийные хиты просто просто такой стадионный рок не знаю таких групп миллион и своеобразие все конечно было потеряно но тем не менее space and time люди любят слушают некоторые ничего сэлла спун лэйди песня которые написаны бон фанти last night on the battle да надо сказать что все все вот это включая песни которые написаны бон фанти это такой мясной блюз рок просто вот клейма негде ставить если кто-то любит гитарный блюз рок мясной то вот эта пластинка она самое то что нужно очень технично очень вкусно какое нехорошее слово я сказал к музыке почему-то вылетела вдруг ну бог с ним простите меня очень точно очень вкусно очень блюзово и роково вместе с тем но без без перегруза без уху с перегрузом гитара конечно гибсон играет все как надо она ревет поет звенит хрипит я имею ввиду без без отчетливого крена в хард-рок вот этого нет чистый блюз-рок настоящий все выдержано порта был people песня элвин оли и две песни don't want you woman и losing the dogs сыгранные здесь маркусом в акустике и сразу вспомнился мне первый альбом тем я завтра где эти песни исполняются они здесь не то чтобы в акустике они в такой полу акустике электрический но но с и с ударными но все равно не звучат как акустические и сразу меня кинула в 1967 год первый альбом т.н. я завтра не очень сильно он был популярен несмотря на то что группа уже играла на виндзорском джазовом фестивале с огромной аудиторией не помню сколько там было человек по моим тысяч не помню не буду врать но большой был фестиваль и группа с очень хорошим там выступила сетом имела успех тем не менее пластинка первое это я завтра не пользовалась таким большим спросом почему-то мне кажется потому что несмотря на то что очень все здорово сыграно очень все хорошо записано она была похожа абсолютно на все блюзовые группы англии того времени точно также по звуку точно также по аранжировкам за небольшим исключением сейчас я к нему подойду но звучало также точно как ранние альбомы джона майла как ранние альбомы даже ближе все наверно к манфред банс бэнд ранние пластинки не не путать с манфред мэнс и аф-бэнд а манфред мэнс первые пластинки ритм и блюзовые абсолютно с легким креном в джаз а иногда и с сильным к сильным креном джаз и записано так что все инструменты звучат отдельно все очень чистенько все в реверберации и все с таким английским минором подается хотя и быстренько ритм и блюз блюз джаз такой блюзовый но все такой вот английский минор и все довольно так корректно и по звучанию это пластинка не ничем не выделяется вообще из общей обоймы британского блюза хотя она хорошая i want to know первая песня сразу сжигает ритм и блюзом таким чуть-чуть даже с креном в то что играли rolling stones в те годы i can keep from crying sometimes это уже классический тэн я завтра несмотря на то что сдержанная такая запись 67 года точнее 66 пластинка вышла 67 с мягким началом и с развитием с ударом дина с динамикой с таким внутренним роком я бы сказал прямого рока никакого здесь нет такой внутренний рок посыл такой такой хотел ли налей такой присутствует adventures of young of a young орган понятно что приключение молодого клавишника молодого органа блюзовый джаз такой блюзовый джаз гитара с органом и спунтфул вилли диксона очень странная версия которая мне очень нравится она такая холодная вилли диксон вообще писал горячие и и и сам он исполнял все это с в мажоре в таком в едком черном мажоре а здесь как я уже говорил британский минор очень сдержанно но элвин ли играет такое соло который я могу назвать шизофреническим абсолютно то есть попытка удавшаяся попытка вместить максимальное количество нот в единицу времени при этом гитара без искажений почти чистый звук но он конечно обработан в студии но он без этих без фузовых без овердрайвах овердрайвовых вещей и вот так как умеет элвин ли как умел элвин ли просто по максимуму все и слушается да довольно забавно но и лузин дедокс по которой я уже говорил такая полу акустическая вторая сторона field for me опять классический ритм он блюз электрический британский с райзеры с разделенными инструментами все всеми love until i die поживее уже аккордовые такие штучки блюзовые don't want you woman как-то не запомнилась мне песня и help me десятиминутное полотно написанная сони боем вильямсоном свое время и или опять здесь разгулялся на гитаре так что непонятно куда его игра приведет то ли в сторону джаза то ли в сторону хард-рока то ли в сторону классического блюза пусть мне понятно но слушать приятно вот что вам скажу для тех кто любит британский блюз гитарный 10 минут вот этого вот вот этой вот безумные игры конечно будут очень кстати что касается вот эти пластинки здесь такого безумия элвин или нету таких джазовых улетов куда-то в дебри майлса дэвиса и колтрейна их нет здесь чистый блюз рок бескомпромиссный безоглядный понятный и приносящий для тех кто любит блюз гитарный приносящий огромное удовольствие потому что очень здорово все сделано и с уважением к автору с уважением к венуле с уважением к истории группы тенге завтра потому что опять таки участники оригинального состава играют ну и конечно продолжение первого альбома тенге завтра on dead это уже шестьдесят восьмой год почему вот эту бластинку я достал потому что это тоже концерт и сравнивать вот с этим концертом вполне логично но это уже какой-то совсем такой джаз даже пластинка это расширенное издание в оригинальном альбоме оригинальный альбом по моему из пяти песен состоит а здесь их 9 некоторые из двух частей и хочется сказать что оригинальный альбом наверное был сделан правильнее потому что начинается рок ее мама и спунтфил две песни которые не входят в оригинальное издание рок ее мама просто ритм и блюз электрический тяжелый но как-то без огонька сыгранный а что касается спунтфил который есть на первом альбоме здесь я назвал его шизофреническим исполнением но интересным а вот здесь спунтфил примерно так такой же по времени по протяженности примерно с такими же дикими около джазовыми соло элвина ли но как-то все как-то совсем неинтересно как-то тормозно и от спунтфила здесь мало чего вообще осталось в этой версии формально да все спето сыграно гармония мелодия но ты слова все но как-то вообще без огонька и и и и непонятно зачем и в оригинальный альбом эта песня не вошла в расширенном издании она есть но послушать все равно интересно мы беронг барай want беронг always это уже это уже хорошо и с этой песни именно начинается оригинальный альбом это уже такой вот зажигательный сумасшедшим кай гитарный гитарно-клавишный блюз потому что соло на хаммонди здесь в полный рост и очень интересные на самом деле сама тайм и шантин кабач сдвоенный номер начинается с атомных каких-то проходов по ударным потомом рик или один проход два прохода три прохода четыре прохода и непонятно что это будет за песню а потом начинается сама тайм классический номер гитарной партии ми мелодия начинается но уходит в какие-то дебри джазовые уже элвина ли уже совсем свои из переходят в этот самый шантин кабач в соло на ударных чисто джазовая уже чистый джаз пошел и непонятно что это за группа перед нами этот джаз-бэнд или это блюзовая команда или это рок-н-ролл или что но вот чоппер бол следующий номер все ставит на свои места потому что понеслось понеслось и понеслось гитарный блюз-рок с дикой скоростью куда-то в сторону Брайана Седзера даже заносит иногда потому что так так такие какие-то эхо пятидесятых и шестидесятых здесь присутствует и переходит все это стендин дэ кроссроудс песню роберта джонсона которая удивительно похожа на предыдущую вот чопперс бол по динамике по скорости по всему остальному про следующие три песни я говорить не буду потому что это отдельная история и мы поговорим о них в следующий раз скажу только что на этой пластинке присутствует on going home самое знаменитое произведение 10 years after это вудсток эта песня которая будет во все сборники наверное тэн я завтра с диким гитарным соло которые все пытаются снять в общем очень хорошо тэн я завтра и вот этот альбом очень рекомендую